всем привет меня зовут захаров дмитрий я педагог санкт-петербургской школы телевидения по курсу моделей и сегодня я расскажу о том кто же востребований в модельной индустрии женщины или мужчины в россии все по-прежнему девушки занимают лидирующие позиции на кастингах лидирующей позиции при отборе на конкретные проекты и к сожалению для мужчин в россии работы по-прежнему меньше многие многие юноши расстраиваются и быстренько бегут за границу надеюсь на то что там действительно много работы да действительно это так в европе в азии в америке действительно для юношей существует очень много работы и очень много проектов последнее время юноши стали преобладать на модельном рынке конкуренция очень сильно возросла потому что молодые люди стремятся покорить модный олимп олимп стремятся занять свое место в этой индустрии поэтому очень большой наплот произошел буквально течение двух-трех последних лет девушки также не перестают покорять эту индустрию они также стремятся стать новый кейт мост стать новый наоми кэмпбелл и равная конкуренция между девушками и мужчинами сейчас на весах сравнял одну позицию в россии можно очень хорошо сделать первые шаги в модельной карьере можно сделать себе хороший качественный бук можно хорошо пройтись на в российских неделях моды и зарекомендовать себя там но конечно очень многие модели как стремились так и стремятся покорять зарубежный олимп и конечно же зарубеж европа азия и америка с простертыми объятиями готовы принять самых успешных и самых красивых русских моделей наверняка многие из вас знают наталью водянову ирину шейк который в свое время с россии перебрались за рубеж и сейчас до сих пор востребованы там хотя им уже далеко за 30 поэтому мужчины девушки юноши женщины смело двигайте начинайте двигать свою карьеру начинайте делать первые шаги если вы в россии начинайте достигать больших границ если вы уже находитесь где-то за рубежом или вы уже работаете в азии да потому что действительно зарекомендовать себя в европе очень легко сделать хорошее качественное портфолио сделать очень много качественных работ в азии легче легкого покорить нью-йорк и соединенные штаты вот здесь конечно будет очень и очень трудно потому что это неприступная крепость которая пробивается спустя два года три года несколько лет потому что модный рынок америке очень перенасыщен моделями и чтобы занять свою вот эту нишу нужно быть просто просто полной боевой готовности просто прирожденной звездой прожиденной модели успешной на и америка к сожалению не принимает модели которые сырые которые они имеют каких-либо публикации не имеют обложек поэтому для того чтобы настроить свой путь на америку вам нужно хорошенько поработать хорошенько сделать хороший качественный европейский бук на потому что очень многие агентства сталкиваясь последнее время до с работы европейских агентств не берут в расчет российский бук да потому что они считают что российский бук имеет ярко выраженное отличие от европейского бука на европейский бук свою очередь имеет ярко выраженное отличие от американского бука да и вот такая вот паутина которая к сожалению пока не имеет какого-либо выхода да и наши русские русские фотографы русские стилисты русские дизайнеры пока только принимают до впитывают как губки вот эти знания для того чтобы наш российский рынок немножко подходил под европейские стандарты поэтому в этом нет ничего страшного вы смело можете делать свою портфолио работать с профессионалами своего дела и действительно среди наших людей есть очень хорошие мастера есть очень хорошие творцы которые сделают из вас действительно такую такой яркий элемент такую яркую картинку когда вас уже просто готовы за одну фотографию забрать в какое-то агентство европы в какое-то агентство америке здесь действительно одно из главенствующих ролей играет человек который стоит по ту сторону кадра да я говорю сейчас о фотографии потому что вы можете быть супер мега красивой или красивым до человеком но если вы попадаете к фотографу который не видит вас какой-то индивидуальности и подчеркивает ваш один единственный достаток достаток да то к сожалению вы и будете до держать своих руках абсолютно однотипное портфолио важным элементом для заграничных агентств является ваша разноплановость то есть каким вы можете быть в спортивной одежде в купальниках в деловых костюмах повседневной жизни в кэжуал формате да важно раскрыть вас полностью раскрыть ваши индивидуальные черты лица раскрыть вашу работу перед камерой до раскрыть вашу работу перед видеокамерой потому что так или иначе весь этот процесс он абсолютно разный и каждому процессу нужно подходить с двух точек зрения с точки зрения фотографа и видеооператора и с точки зрения вас и возвращаясь к теме сегодняшнего вопроса хочу немножко подытожить перечислив несколько знаменитых имен среди моделей девушек которые из россии смогли покорить зарубежный модельный рынок мне к сожалению не приходит в голову такие же мировые имена среди моделей мужчин поэтому на основе этого конечно же можно сделать вывод что девушки по-прежнему занимают лидирующие позиции на этом рынке модели мужчины по-прежнему стремятся быть наравне с девушками в этой индустрии с каждым модным сезоном многие модные дома уравнивают востребованность мужчин и женщин открывая мужскую линейку своей одежды и используя ее на своих открытых показах поэтому дорогие друзья дорогие девушки дорогие юноши если вы еще думаете о том стоит ли вам начать работать моделью работать в этой индустрии то смело говорите себе да и бегом ко мне на курс а я уже более детально расскажу вам о том какие же хитрости существует во всей этой индустрии как же можно смело сделать себе громкое имя спасибо за внимание всем пока пока до скорых встреч